Всем привет, ребята! В прошлом видео, как вы помните, я снимал обзор боевых волчков Infinity Nado. А также был большой набор для блейд-трюков. Это были волчки, которые запускаются при помощи пускателя силой ваших рук. А сегодня я решил протестировать электронные волчки Infinity Nado. Они запускаются без пускателя и крутятся благодаря встроенному внутрь моторчику. Есть два вида этих волчков. Первый – это электронный набор с часами-контроллером. Вот он перед вами. В комплект входит сам волчок и контроллер в виде часов. А во второй набор входит только волчок. И для запуска и управления этим волчком не нужен никакой контроллер. Все управляется при помощи рук. И сейчас, ребята, мы распакуем обе эти коробки и посмотрим, в чем же отличие между этими двумя волчками и какой же из них круче. Кстати, ребята, в этом видео будет крутой конкурс, в котором будет два приза. В качестве призов будут два вот таких электронных волчка, новых запакованных волчка. Условия конкурса такие. Во время видео на экране будут появляться какие-то буквы. Например, вот так. Нужно записать все эти буквы и сложить из них слово. Затем перейти в группу ВКонтакте InfinityNado, подписаться на эту группу и написать это слово в комментариях под конкурсом. Среди всех комментариев и будет разыграно два электронных волчка. Все понятно? Погнали! Итак, давайте сначала рассмотрим набор с часами-контроллером. Вот он. Ребята, смотрите, волчок, часы-контроллер. И здесь написано, что этот волчок называется SkyShutterFind. Как-то так, если я правильно произнес. Вынимаем. И что мы видим? Очень круто все запаковано. Прямо как будто распаковываю смартфон. Это у нас, собственно, сам волчок. Вот так вот он выглядит, тяжеленький такой. Причем, смотрите, с этой стороны такое личико с ушами. Здесь как будто улыбка, а с этой стороны такое грозное лицо. Класс! Этот волчок, ребята, заряжается. Видите, есть вход microUSB, то есть можно заряжать. В комплекте идет кабель. Ну, такой кабель, я думаю, есть у всех к смартфонам, поэтому можете пользоваться своим. Также в комплекте идет ключик для того, чтобы разбирать и собирать этот волчок. Он также саморазбирается и собирается, и его можно модифицировать. Также в комплекте идут две батареечки. Это очень круто. Вот они. И, наконец-то, вот часы-контроллер. Прикольный такой дизайн у них. Сейчас снимем резиночку. И попробуем установить батарейки. Нам нужна отвертка. Откручиваем и устанавливаем. Одну батареечку и вторую. И затем ставим на место крышечку. Есть! Все заработало. 12 часов. Ну, нужно настроить. Попробуем одеть эти часы. Кстати, как правильно, одеть или надеть, я постоянно путаю. Тикс, о, даже на меня нормальные. То есть подойдет как ребенку, так и взрослому человеку. Прикольно. Вот так вот они круто выглядят на руке. Футуристические такие часики. Можно ходить даже на улице, смотреть время. Все будут думать, что это такое за часы у вас такие непонятные. Итак, первое, что мы видим, это время. То есть вы можете навести правильное время и носить, пользоваться как часами. Нажимаем на кнопочку с буквой М и переходим в режим игры. В углу нарисован волчок. Если еще раз нажать эту кнопку, то переходим в режим секундомера. Можно включать его и засекать время. Например, можно засекать, сколько длится ваш батл или сколько крутится ваш волчок, ставить какие-то рекорды. Нажимаем стоп и обнуляем. И далее нажимаем и по кругу снова время и снова режим игры. Итак, для начала нам нужно законнектить наш волчок с нашими часами-контроллером. Для этого включаем кнопочку ON. Начинает мигать светодиод. Вот он. Теперь в режиме игры зажимаем сразу две кнопки плюс и минус. Держим, пока не начнет мигать светодиоды. Начали. Прикладываем поближе сюда волчок верхней частью и держим, пока он не законнектится. Это может занять некоторое время. Все, ребята, светодиод перестал быстро мигать, стал вот так вот немного пульсировать. Это означает, что часы законнектились с нашим волчком. И теперь мы можем при помощи часов управлять нашим волчком. Теперь берем нашу арену и запускаем волчок. Для этого нужно просто крутануть его пальцем. И он начинает ускоряться при помощи моторчика, который есть внутри. Не знаю, видно вам или нет, но там мигают красные светодиоды. Это означает, что он ускоряется. Светодиоды погасли и теперь он крутится по инерции. И теперь в любой момент, когда я вижу, что волчок начинает медленнее крутиться, я хочу дать ему ускорение. Я подношу часы и делаю вот такие вот движения несколько раз. Загораются светодиоды, вот они мигают, смотрите. И ускорение снова началось. Я вижу, что снова он замедляется. Я еще раз делаю то же самое, смотрите. Вот, опять пошло ускорение. Светодиоды мигают и опять пошло ускорение волчка. Но у меня, смотрите, остался еще заряд, еще одна полосочка. И вместо 100 у меня 80. Я могу еще раз его ускорить. Третий раз, смотрите. Оп, светодиоды пошли мигать и опять он ускорился. То есть в общей сложности я могу задать ускорение при помощи часов контроллеров целых три раза. Это же очень круто. В любой момент игры, когда вы видите, что ваш волчок начинает замедляться, вы просто даете ускорение при помощи часов контроллеров. В общем, останавливаем его. И теперь мы должны обновить нашу информацию, опять поставить на 100. Для этого мы подносим волчок вот таким вот образом, пока вот здесь на циферблате не мигнет и не станет снова 100%. И можно сначала начинать игру. Ну что же, а теперь давайте на практике проверим, кто же победит. Электронный волчок надо или обыкновенный? Мы берем наш обыкновенный волчок. Я его уже зарядил в пускатель. И я даю фору этому волчку. В первую очередь я запущу электронный, он уже будет крутиться. Погнали. Есть. Теперь запускаем этот. Итак, смотрим, что же происходит. Они сталкиваются. Так. Так. Теперь я хочу дать ускорение моему электронному волчку, для того, чтобы у него появились новые силы. Я подношу часы, машу над ними руками и даю дополнительное ускорение. Обыкновенный волчок теряет силы, а наш все еще полон. Давайте дадим ему еще один шанс ускорения. Ну, смотрите, обыкновенный волчок тоже не сдается. Добавим еще ускорение. Все, обыкновенный волчок проиграл. Но, кстати, смотрите, совсем с маленьким разрывом этот тоже остановился. Знаете, что я заметил, почему так получилось? Они крутились вот таким вот образом. То есть, когда они соприкасались, то этот электронный волчок давал дополнительное ускорение этому. Если бы они крутились в разные стороны, то он бы, наоборот, гасил его ускорение. Вот такой вот интересный нюанс. Но все-таки в итоге победил электронный, хотя и с небольшим разрывом. А теперь давайте посмотрим, что из себя представляет электронный волчок без часов контроллера. Вот такая вот коробочка. Она гораздо меньше. Внутри лежит вот такой вот синий волчок. И называется он Iron Bear. Вот такой вот железный медведь. Вот он нарисован. Итак, давайте распакуем и посмотрим, что же в комплектации. Открываем и вынимаем коробочку. И здесь у нас вот такое содержимое. Чикс. Собственно, сам волчок. Вот такой вот голубой. Интересной формы. С ушками. Здесь у нас медведь такой одноглазый. Такая вот штучка. И здесь, я так понимаю, инструкция. Ключик для разборки-сборки. И кабелечек microUSB. Итак, ребята, в чем же особенность этого волчка? Он самодостаточный. Для него не нужен контроллер. А для того, чтобы его ускорять, достаточно провести над ним рукой. Вот таким вот образом. Но есть одна особенность. Если волчок с контроллером вы можете ускорить 3 раза, то этот волчок можно ускорить всего лишь 1 раз. Но при помощи вашей руки. Давайте проверим, как это работает. Здесь то же самое. Есть включить-выключить. И есть вход для зарядки. Итак, берем нашу арену. Для начала включаем. Блокируем переключатель. Смотрите, загорелся светодиод. Значит, волчок готов к запуску. Просто раскручиваем его и пускаем. И он ускоряется. Посмотрите, горит красный светодиод. Означает, что ускорение сейчас в самом разгаре. Но сейчас светодиод погаснет. Вот он погас. И означает, что ускорение закончилось. Теперь в любой момент, когда я захочу ускорить свой волчок, я всего лишь должен помахать над ним руками. Вот так вот, смотрите. И он снова начал ускоряться. Смотрите, красный светодиод говорит о том, что он ускоряется. Класс! Такой звук, как будто я не знаю, что происходит. Крутится довольно долго. А давайте проверим, сколько времени он будет крутиться. Итак, я его запускаю. Погнал. Включаем таймер. Вот, пошли секунды. Кладем сюда сбоку, чтобы все видели. И ждем, когда он начнет замедляться. А затем еще раз взмахнем рукой и дадим ему импульс. Так, уже практически 20 секунд, ребята. 20 секунд он крутится. Но все еще по инерции хорошо крутится. Подождем, не будем пока махать руками. Дотянем до 50 секунд. 50. Итак, машем руками и пошло ускорение. Класс, ребята! Уже больше минуты. Как вы думаете, 2 минуты протянет или нет? Пишите в комментариях, как вы считаете. 1,5 минуты. Он все еще крутится, ребята. 58, 59, 2 минуты, ребята. Класс! Это просто офигенный результат. Больше 2 минут кручения. Вот что значит электронный волчок. Все, он упал. 2 минуты 20 секунд. Ну, 19 может быть. Класс, ребята! Ребята, у меня появилась идея. Давайте устроим баттл между электронным волчком и обыкновенным волчком, который запускается при помощи пускателя. И узнаем, кто у нас победит в этом баттле. Итак, давайте, чтобы даже дать фору обычному волчку, запустим сначала электронный волчок. Так, погнали. Теперь запускаем ручной. Есть! И кто же у нас победит? Так, так. Теперь дадим ускорение или еще подождем. Давайте подождем, пока он не выдохся. Пока непонятно. Пока силы равные. Но у электронного волчка в запасе есть одно ускорение. И сейчас я его применю. Вот оно! А ну, давай! Давай! Да, да, преимущество просто налицо. Посмотрите, обыкновенный волчок уже выдохся, а наш электронный волчок крутится, как ни в чем не бывало. Айронбир, железный медведь, что говорить. Да, мне кажется, он еще, наверное, полминуты будет крутиться. Класс! Вот это реальное преимущество электронных волчков над обыкновенными. Как бы вы сильно его не раскрутили, но здесь есть второй шанс. Стой! Мишка! Класс, ребята! А теперь, ребята, настало время финального баттла, финальной битвы, чтобы определить, какой из электронных волчков самый крутой, самый сильный, самый выносливый. Вы знаете, мне показалось, что айронбир, хотя ускоряется один раз, но ускорение это более мощное, а у скайшаттера, хотя и три ускорения, но они какие-то более слабые. Давайте же на практике проверим, какой из них выиграет, какой продержится дольше. Итак, постараюсь их запустить одновременно практически. Первый пошел скайшаттер, и второй айронбир. И вот они, так, столкнулись в последнем баттле. Кто же у нас выиграет? Итак, задаю ускорение нашему скайшаттеру. И сразу же айронбир увидел, как я махал рукой, почувствовал это и тоже ускорился. Он использовал свое единственное ускорение. Да, а у скайшаттера еще есть два. Два ускорения, и сейчас мы их используем. Давай. Слабенько как-то он ускорился, но все-таки ускорился. Давайте еще раз дадим ускорение ему. Есть. Теперь осталось только наблюдать и ждать, кто же выиграет. Блин, ребята, вы видели, они остановились практически одновременно. То есть, ребята, я даже не знаю, получается, они примерно равны по своим силам и возможностям. Как-то так. Ну что, ребята, вот такой вот был у нас обзор двух электронных волчков Infinity Nado. Скайшаттер Финд и айронбир. И я даже не знаю, какой из них круче. По возможностям, вы видели, они примерно одинаковые. Но у скайшаттер Финда есть, конечно, такой крутой аксессуар, как часы. Их можно просто носить и, знаете, так красоваться. Все будут удивляться. И он имеет три шанса ускорения. Но с другой стороны, айронбир просто один, без никаких часов. Положил в карман, пошел. И ускоряется он, конечно, один раз, но этот один раз мощный. То есть по заряду, по общей суммарной мощности они примерно одинаковы. Вы это видели. Поэтому, ребята, напишите в комментариях, какой из этих волчков вам больше всего понравился. Тот, который с контроллером или тот, который просто отдельно себе такой волчок. Ну и, конечно же, конкурс, ребята. Я думаю, вы уже записали все буквы по порядку, сложили слово. И сразу же переходите по ссылке в описании. Там есть пост с конкурсом. И напишите это слово сразу под этим постом. И среди этих всех ваших комментариев будет разыграно два приза новенькие. Один вот такой вот волчок, один вот такой вот электронный волчок. Обязательно будет два победителя. Я желаю всем, абсолютно всем удачи. Переходите, участвуйте. Ну а на сегодня все, ребята. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok